Благодарность и грамота из рук губернатора Янао получили 12 работников дорожной отрасли. Это в основном те, кто строит, ремонтирует и обслуживает дорожные артерии автономного округа. Как отметил Дмитрий Артюхов, финансирование дорожной деятельности в округе в 2020 году по сравнению с 2019 годом вырастет в два раза, а по сравнению с 2018 втрое. Благодаря этому в следующем сезоне в муниципалитетах будет отремонтировано 180 километров дорог. На региональных трассах в порядок приведут 50 километров. Задач много, уверен в том, что северяне, северные строительные с ними справятся, поэтому искренне хочу пожелать вам рабочих успехов, они нужны нам всем. Пусть все, что вы намечаете, исполняется, чтобы в ваших домах всегда было уютно, было дополучее и здоровье. Искренне поздравляю вас с этим праздником. За летний сезон в округе приведено в нормативное состояние около 58 километров региональных автодорог. Из них 19 километров 200 метров капитальный ремонт. Продолжаются работы на участке Надым-Салихард. В этом году завершено строительство 64 километров дороги в Щебне. Продолжается возведение последних девяти мостов. В рамках программы сотрудничества сегодня ведется подготовка для строительства двух развязок в городе Новый Уренгой. Они разгрузят дороги, а также повысят уровень безопасности движения через железнодорожные переезды. Также в этом году округ присоединился к нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В нормативное состояние ямальские трассы должны прийти за шесть ближайших лет. Снег хлопьями и небольшой минус. Красивейший вечер в воскресенье подарила ярсалинцам погода. В свете фонарей поселок словно нарядился в белоснежной одежде. Прогуляться перед сном вышли многие из нас, и уже утром с наступлением светового дня мы увидели праздничную картину Ярселя, упрытые свежим пушистым снегом. А для представителей дорожной отрасли начался новый снегуборочный сезон. На чистку проезжей части тротуаров вышли трактора и рабочие. Объемы работ пока небольшие, но по прогнозу синоптиков осадки на этой неделе продолжатся. Минувшие выходные для ямальских спасателей получились напряженными. Тонкий лед и человеческая безалаберность стали причиной гибели пяти человек, в том числе двух малышей четырех и пяти лет. Первая трагедия случилась в субботу, в 110 километров от поселка Мыс Каменный. Под данным Следственного комитета Ямала, во время кослания стада местный житель, при пересечении озера Тетато, находясь на нартах вместе с двумя малолетними детьми, провалился под лед. Хозяйка одного из чумов, стоящих неподалеку от места трагедии, увидев барахтающегося в воде оленя, нажала на тревожную кнопку спутникового телефона. Не дожидаясь спасателей, местные жители извлекли тела погибших. Это произошло буквально в 400-500 метрах от чумы. Чума у них стояла на берегу. Женщина, как пояснила, увидела оленя, барахтающегося в воде, и сразу же нажала на тревожную кнопку, после чего они приняли все возможные меры для спасения людей, но было уже слишком поздно. Тела погибших доставлены в районный центр. Следственным отделом по Ямальскому району по данному факту начата доследственная проверка. Другая трагедия произошла в ночь с воскресенья на понедельник в 0 часов 15 минут. Примерно в 5 километрах от фактории Таркасале на реке Юребей, двигаясь на снегоходе, под лед провалился мужчина. Выбраться самостоятельно ему не удалось. Также не получилось спастись и водителю Урала, работающему на барже. В момент трагедии судно находилось в 4 километрах от Ярселя. Установлено, что гражданин около половины пятого утра вышел на воздух, и с тех пор больше его никто не видел. Они находились на стоянке на реке Малая Юмба. Рабочий вышел, как указано в сообщении, по своей малой нужде и потерялся. Силами экипажа они пробовали искать, но ничего не получилось. Сейчас у нас также группа находится на вызове на реке Юмба. Ночью поступило сообщение, человек ушел под лед, и производятся оперативно-розыскные мероприятия. Трагедии можно было бы избежать, если бы люди бережно относились к своей жизни и жизни своих близких. Любой опасный участок можно объехать или вообще перенести поездку. Спасатели призывают к бдительности. Особые слова к родителям. Проведите беседы с вашими детьми. Прогулки по неокрепшему льду и даже езда на велосипедах уже наблюдаются повсеместно. И это значит, что до новой трагедии один шаг. В прошедшую пятницу делегация из представителей район-администрации в 19-й бригаде обсуждали пути олейних переходов через газопровод по маршрутам их Каслани. На встрече выступали представители общества с ограниченной ответственностью «Газпромнефтемал» Попов Алексей и Саратет Олег. Главной задачей поездки – познакомить коренное население с основными мероприятиями дорожной карты, которая направлена на улучшение социально-экономического благополучия населения, проживающего на межселенных территориях округа, и показать на карте линеводам расположение оленьих переходов для их дальнейшего согласования. Также на встрече поднимались вопросы по увеличению цены по закупу мяса, которые ранее обсуждались в Версалинской тундре на подобных мероприятиях. В конце встречи все линии перехода были рассмотрены и согласованы линеводами. Их строительство с прокладкой биоматов для беспрепятственного прохождения начнется в 2020 году. В прошедшей субботу и воскресенье в Сейхинском доме культуры состоялось несколько веселых и познавательных мероприятий для малышей. 19 октября малышам представили тематическую слайд-презентацию, посвященную герою социалистического труда Борису Евдокимовичу Щербина. После презентации состоялась небольшая викторина. На следующем развлекательном мероприятии под названием «Яркие огонечки» дети узнали о правилах безопасности поведения с электроприборами, о сбережении ресурсов и энергии нашей планеты. На тематическом мероприятии «Традиции, обычаи и фольклор ненецкого народа» детей добродушно встретила хозяйка Чума. Она рассказала им о Ямало-Ненецком автономном округе, о жителях, проживающих на его территории, а в частности о ненцах. Юным слушателям приветливо объяснили, где живет ненецкий народ, о его традициях и обычаях.